Операционная система Linux Mint постоянно улучшается, а также постоянно выходят различные обновления и улучшения в тех системах, на которых она базируется, то есть в Ubuntu и в Debian. И для того, чтобы пользоваться всеми благами этих обновлений, всеми благами этих улучшений, необходимо регулярно обновлять ядро, так называемый Kernel, то есть то, что является у нас ядром системы Linux. Может быть вы уже заметили, что иногда, когда вы заходите в менеджер обновлений и уже все обновили, мы можем заметить, что у нас доступны новые версии ядра Linux, но они еще не выбраны для установки, потому что уровень безопасности настроен таким образом в нашем менеджере обновлений, что такие пакеты по умолчанию не выбираются для остановки. Но я рекомендую их выбирать, именно Linux Kernel и Linux, вот это тоже там, где написано Linux Kernel Headers. Я рекомендую их выделять и устанавливать, потому что, например, я сам лично уже предыдущие обновления некоторые устанавливал и заметил значительные улучшения в системе. Например, ранее, после выхода из ждущего режима, у меня не виделась Wi-Fi сеть, то есть необходимо было перезагружать компьютер для того, чтобы Wi-Fi карта снова заработала. После какого-то из очередных обновлений ядра Linux эта проблема была устранена. Теперь после выхода из ждущего режима совершенно корректно находится Wi-Fi карта и возобновляется подключение по Wi-Fi сети. Смысл в том, что очень много улучшений могут произойти в нашей системе благодаря обновлению ядра. Если кто-то хочет более подробно узнать, какие изменения были внесены в ту или иную версию ядра Linux, можно зайти в менеджере обновлений по меню вид обновления ядра Linux. Здесь мы видим, что у меня установлена версия с индексом 34 в конце и доступна для установки 36, которую мы видим вот здесь. Вот 36. Давайте еще раз зайдем. Для того, чтобы посмотреть более подробно, какие изменения были внесены в данной версии ядра, можно кликнуть по соответствующей версии и нажать ссылку Change Log. В браузере, в интернет-браузере нам откроется такая простенькая страничка, где в кратком виде будут отображены то, что называется commit messages, то есть те сообщения, которыми разработчики сопровождали то или иное изменение или дополнение в код. Они не всегда информативны, но можно почерпнуть некоторую необходимую информацию. Я, честно говоря, не проверяю эти логи, я просто устанавливаю ядро и на данный момент никаких проблем с этим не возникало. Если, допустим, какая-то проблема возникла, вот, например, я установил ядро 34, сейчас оно у меня остановлено, вот, и у меня возникли проблемы по работе с системой, то мне откатиться к предыдущему установленному ядру можно удалив, вот видите, здесь кнопка есть, удалив это ядро, если уже возникли проблемы. Но я думаю, что в 99% случаев проблем никаких не возникнет, то есть можно именно ядро линукса спокойно обновлять. Давайте снова зайдем в менеджер обновлений, выберем для установки этих два пакета и нажмем установить обновление. Требуется ввести пароль суперпользователя. Далее ожидаем установки, загрузки и установки этих пакетов. Вот, и система у нас теперь полностью обновлена, включая и ядро. То есть периодически, если выскакивает у нас в менеджере обновлений доступные версии ядра Linux Kernel, их также можно спокойно устанавливать в свою систему. Для того, чтобы что-то подцепилось, заработало, необходимо еще перезагрузить операционную систему.